Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов Нитло Дель Аббате или просто Аббатти. Итальянский живописец периода маньеризма. Родился около 1512 года в Мадене в семье скульптора. Данных не очень много. Данные из переводной википедии и каких-то статей, которые я нашел в интернете. Учился у Антонио Бегарелли. Испытал влияние художников феррарской школы. Его живопись в Мадене стала известной после выполнения работы «Казнь святых Петра и Павла» в Маденском соборе Сан-Петро. В 1548-м Николо Дель Аббате переехал в Болонию, где его стиль живописи сложился окончательно под влиянием творчества Кареджа и Парамиджана. В 1552-м художник по приглашению французского короля Генриха II перебрался во Францию, где работал и жил до конца своих дней. Среди работ Николо Дель Абате лучше считается упомянутая картина «Казнь апостолов Петра и Павла» и «Картинная галерея Дрездена». Живописец Николо Дель Абате является представителем придворно-аристократического изысканно-декоративного направления северо-итальянской живописи. Это фрески в Болонском университете, в которых несколько манер на элегантность форм сочетается с тонкой передачей пейзажей жанра. Под руководством Приматитчо художник работал во Франции над росписью королевского дворца Фонтеблоу, так называемая школа Фонтеблоу. Эти росписи положили начало распространению манеризма во Франции. Творчество художника Николо Дель Абате оказало большое влияние на французские живописцев Клода Лорена и Никола Пусина. С 1556 года ее имя часто упоминается в различных отчетах. Сохранилось несколько примеров его станковых картин французского периода. Вредика и Арестей, похищение Прозерпины находится в Луле, композиции, вдохновленные Приматитчо, Амур и Психея в Детройте, великодушие Сцепиона, тоже в Луле. Выдающийся рисовальщик, он подобно Приматитче делал эскизы праздников и гравюр. Это концерт гравюра Делона. А также картоны для шпалер. Они находятся в Париже, в Луле, в Лондоне, в Британском музее. Последний раз его имя упоминается по случаю торжественного въезда Карла IX в Париж в 1571 году. Он создал триумфальную арку и украшения от Эль-де-Виль. Скончался Николо де л'Аббатте в 1571 году в Фонтебло во Франции. Ну вот то немногое, что мне удалось найти о Николо де л'Аббатте, итальянском живописце периода маньеризма. Пока-пока, до свидания, смотрим его работы. Субтитры создавал DimaTorzok